Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня наступило продолжение моей августовской истории, связанное с получением разрешения на оружие и на охоту в Квебеке в Канаде. Для тех, кто не в теме, напоминаю, что в начале 2-3 августа, если быть точнее, этого года я ходил на двудневные курсы охотников, организованных ассоциацией флоры и фауны, ассоциацией охотников Квебека. Соответственно, курсы были с утра и до вечера, и в конце каждого дня обучения мы сдавали экзамены. Один день был посвящен полностью на изучение огнестрельного оружия, охотничьего оружия, и второй день был посвящен исключительно охоте, где охотятся, как охотятся, на что обращать внимание, как правильно устраивать засады, как заботиться о дичи, как заботиться о трофеях охотничьих и так далее. И, соответственно, не прошло и месяцем, как я получаю письмо, и, собственно, содержанием этого письма я хочу с вами поделиться. Я его уже открыл, сейчас как раз смотрите на заголовок. Это как раз перед вами логотип Министерства лесов, фауны и парков Квебека. И, соответственно, письмо пришло в таком же обычном конверте. Вся переписка, вся документация в Канаде приходит вот в таких вот простых серых конвертах. И паспорта, и пиар-карты, и все что угодно. И, соответственно, мне пришли мои бумаги, связанные с охотничьим делом. И давайте посмотрим, что здесь конкретно находится. Внутри находится вот такая вот форма. Форма такая вот толстенькая, как банковские карты. Что здесь написано? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, информация о том, кто имитировал документ, откуда пришло письмо. В данном случае это, как я уже говорил, Министерство лесов, фауны и парков. Конкретно это дирекция по всяким юридическим делам и разрешениям. Сектор фауны. И офис у них находится, получается, в городе Квебек. На улице дорога Святого Фуа. Святой Веры. Это старо-французский. Соответственно, здесь указывается, что там находится. Здесь, видите, написано, что этот сертификат вам позволяет покупать разрешение на охоту, на то, чтобы ставить какие-то там силки, капканы для практикования или активности, связанных с курсами, с занятиями, которые вы успешно сдали. Соответственно, в случае, если карта будет потеряна, написано дальше, она может быть заменена. Ну и, собственно, давайте смотреть, что здесь есть. Сначала они просят, чтобы мы удостоверились, что информация верна на нашей карте. И в случае, если что-то не так, то необходимо будет заполнить вот эту форму наверху и отправить туда для того, чтобы они исправили. Ну и теперь давайте смотреть, что тут находится внутри. Видите, специально такой кармашек. И здесь как раз написано, что внутри находится ваш сертификат охотника и, как не знаю, как это сказать, человек, который ставит силки. Не забудьте подписать обратную сторону. И в случае, если у вас была карта, уничтожьте старую карту. Ну, давайте смотреть, что здесь находится. Открываем, достать ее. И вуаля! Здесь находится вот такая вот пластиковая карта, такая же по размеру, как и банковская. По сути, друзья мои, вы видите аналог канадского аналог охотничьего билета в наших странах исхода. На лицевой стороне вы здесь видите мою фамилию, имя, мой код, дата рождения. Вот опять же логотипчик организации, который имитировал, который выдал эту самую карту. Такой симпатичный дизайн с каким-то озером утренним в дымке на фоне гор. Симпатично, мне нравится. Что написано на обратной стороне? Смотрим. На обратной стороне написано, что этот сертификат удостоверяет, что его владелец признается годным к владению разрешением, требующим следующих активностей, по кодам, которые указаны на обратной стороне. И, соответственно, дальше перечисляется, что охота, какие варианты, да? Охота с луком или арбалетом, охота чисто с арбалетом, охота с огнестрельным оружием и установка силков. Соответственно, у меня здесь стоит FL-код. И что это значит? Это значит, что я могу... А, это значит, что я, получается, могу охотиться с огнестрельным оружием. И я прошел курс, канадский курс по безопасности, по владению оружием вместе с экзаменом. Вот такой вот я молодец. Соответственно, вот место, где я должен подписаться. И в случае, если, соответственно, у меня будет... Я иду на охоту, и у меня будет встреча с егерем, я должен будет показать этот самый охотничий билет для того, чтобы у меня не было проблем, чтобы у меня не было штрафов там и так далее. Вот такой вот охотничий билет. Так вот он выглядит. Значит, и что касается владения огнестрельного оружия. Для того, чтобы купить оружие, необходимо заполнить такую вот форму. Значит, форма на нескольких листах. Здесь информация о том, что ты сдавал, где ты какие курсы проходил, твои персональные данные. Что еще тут? Информация о том, владел ли ты, где-нибудь, оружием или нет. На какое оружие ты подаешь. Ну и так далее. Всего эта форма получается на пяти страницах. Эта форма после заполнения отправляется в жандармерию, к Маунтис. Это как раз Royal Canadian Mountain Police или Жандармию Royal du Canada по-французски, да, жандармы. Это вот те самые люди, которые в красных комбинезончиках и в галифе сходят, в сапогах. И прилагается к этой заполненной форме фотография. То есть, необходимо сделать фотографию. Опять же, требования по тому, как делать фотографию, прилагаются. После этого, в течение там буквально месяца, тебе присылается такая же вот пластиковая карточка. Такого же размера, только она будет другого цвета. И с этой пластиковой карточкой можно будет идти в магазин для того, чтобы покупать себе ружьишко. Вот такие вот наши охотничьи дела. Надеюсь, что вам видео показалось интересным, познавательным. Всего хорошего, друзья мои, и до свидания.